Дорогие друзья, у нас сейчас в студии находится человек, который занимается очень ответственной и очень важной для всех работой. Это психотерапевт Ростислав Шемечко. Доброе утро, Ростислав. Доброе утро. Ростислав, я пригласил вас сегодня, чтобы поговорить об эпидемии. Я могу сказать, что это можно образно назвать эпидемией. Сегодня депрессия и производные слова антидепрессанты все больше и больше на устах у людей. Что происходит? Что такое депрессия? Начиная этот разговор, нужно сказать, что депрессия – это болезнь. На данный момент считается, что депрессия – одна из самых распространенных причин, из-за которых человек становится недееспособным. Статистика также говорит, что каждый шестой человек в определенный период своей жизни проживает депрессивный эпизод. В 2020 году, тоже согласно оценке экспертов, депрессия будет на втором месте среди самых распространенных болезней, которые влияют на дееспособность человека. На первом месте будут болезни сердца. То есть рак уйдет на третье место? Да. Это как бы плохая новость. Хорошая новость в том, что депрессию можно диагностировать, ее можно излечить. А можно и не излечить. Есть случаи, когда ее можно не излечить? В этом случае я бы сказал в следующем. Если человек не обращается за помощью, а его собственные ресурсы слабые, тогда к внешней депрессии она будет продлеваться. Другой вариант – есть моменты, когда люди считают, что их депрессия неизлечима, даже когда они ходят к специалистам. Такое мнение создается тогда, когда после принятия определенного курса антидепрессантов, человек говорит своему врачу, вы знаете, мне не помогают вот эти медикаменты. И вместо того, чтобы пробовать дальше своим лечащим врачом искать другие медикаменты, которые помогут, человек отказывает от лечения. Вот в этих случаях – да. Как можно определить, что у человека депрессия? Депрессия – это наличие определенных симптомов, которые длятся как минимум две недели. Мы говорим о следующих симптомах. Во-первых, это некое чувство грусти, отчаяния, неверы в свое будущее. Это нарушение режима питания и сна. То есть человек, например, начинает или слишком много есть, или у него вообще отсутствует аппетит. Когда я говорил о сне, то же самое. У некоторых это проявляется в том, что человек вообще не может спать, или он просыпается очень рано и не может заснуть. Или же человек склонен к тому, чтобы очень много времени проводить на диване, именно спать. Следующее. Очень важный момент в депрессии – это понимать, что происходит потеря концентрации и ослабление памяти. Очень много людей жалуются. Вы знаете, я теряю память. Или я вот не могу какое-то время быть сконцентрирован на чем-то. Раньше я высылал в день по 100 имейлов по работе. Сейчас для меня трудно написать один, чтобы он выглядел нормально. Мы также говорим о том, что у некоторых людей есть проблемы с суицидальными мыслями, к сожалению. Человек не видит смысла в своей жизни, он не чувствует радости, ему не приносит радости то, что раньше он любил. И он не видит смысла в том, чтобы продолжать жизнь. Поэтому у некоторых это проявляется как суицидальные мысли, у других людей это более мягкий уровень. Они просто не заботятся о том, будут они жить или не будут. Хорошо. А вот до лица можно определить у человека, что у него депрессия? На лице? Да, по лицу человека. Вы знаете, наверное, человек, который большинство времени проводит с грустным выражением лица, по его маске, по его гримасе, вы читаете, что ему плохо. Конечно, это очень субъективный критерий, но мы можем делать некую гипотезу, что если человек все время грустный, если вы не видите, что он улыбается, если он в подавленном состоянии, мы можем делать некие аргументы, некие гипотезы, что, возможно, у него депрессия. Вы знаете, есть категория людей, которые, как говорят, ищут здоровые уши. Вот они находят подруг, друзей и начинают жаловаться на свою жизнь. Вот постоянно, то есть, как бы, они сбрасывают эту негативную энергию и говорят, вот, как вы говорите, вот я не вижу смысла жизни, вот у меня все плохо, у меня ничего не получается, и человек вот в этом живет, в этом купается. Это не депрессия? Знаете, это может быть депрессия или это может быть путь в депрессию. Путь в депрессию. Да, потому что человек, который зациклен на негативе, то есть, постоянно крутит в голове вот эти сценарии негативные, все плохо, это конец света, у меня ничего не получится, ну, он промыт прямой дорогой и идет в депрессию. Поэтому здесь очень важно то, что вы сказали, что люди, которые рассказывают другим, это хороший момент, что человек выбрасывает. Делится. Он делится, он проговаривает то, что его болит. Но здесь очень важный другой момент. Как реагируют другие люди? Если другие люди относятся с пониманием, если они слышат то, что он говорит, и могут скорректировать, могут кое-что подсказать, возможно, не все так плохо, возможно, ты не замечаешь других позитивных моментов. То есть выступить в роли психотерапевта, это хорошо, но если есть другой вариант, если люди начинают показывать, что, знаешь, ты уже надоел своими сценариями, это, знаешь, люди начинают избегать такого человека, и у него его плохое состояние усугубляется, потому что он уже начинает видеть других людей, которые избегают его. Спасибо большое. Каковы причины вообще депрессии? Говоря о причинах, я бы сделал некую классификацию. На первом месте это биологические факторы, или как мы называем их, генетика. Если в семье человека, его папа, мама, бабушка, дедушка, дядя, страдали от депрессии, кто-то один из них, есть вероятность того, что депрессия также проявится в жизни этого человека, то есть у детей или внуков. Это генетическая предрасположенность. Я бы хотел подчеркнуть, что это не аксиома, это не правило. То есть, что если у меня, например, у папы была депрессия, то у меня тоже будет депрессия. Это не правило. Но у таких людей чаще встречается депрессия. Это первый фактор. Второй – это история жизни. Я имею в виду история жизни детства. В большинстве случаев каждый из нас создает свою самооценку в детстве на базе того, что нам говорят о нас и как к нам относятся. Авторитетные люди – мама, папа, учителя, бабушка, дедушка. Так вот, если ребенок живет в семье, где его часто критикуют, где его обзывают, где ему дают понять, что он плохой, что он нехороший, что он недостаточно умен, что он, например, позор семьи, у такого человека создается некое глубинное убеждение. Например, я плохой, или я тупой, или я урод. Вследствие, поскольку каждому из нас неприятно было бы жить с мыслью, что я плохой человек, этот человек, он делает некое правило, некую копинг-стратегию, как ему справиться с этим глубинным убеждением. Например, такое правило, оно звучит по следующей схеме. Если то. Например, я плохой, поэтому, если я буду первым учеником в классе, никто не узнает, что я плохой. Или, если я буду достигать, если я буду успешным человеком, никто не увидит и не догадается, что я лузер. Так вот, мы можем понять, что если это правило работает, то есть человек хорошо учится, у него успехи, у него признание, все будет хорошо. Но представим себе, что человек в 20 лет не поступает в университет. Или его выгоняют, или его критикуют, или его бросает родной человек, или это, например, развод. Что происходит? Это правило, которое его защищает, уже не работает. И у него выходит наружу вот это глубинное болезненное убеждение. Я плохой, я никому не нужен, никто меня не любит. И это тоже путь в депрессию, потому что это не только понимание, это чувство. Человек чувствует, что он плохой, потому что в детстве именно это чувство он развил в отношениях с своими родителями. Это второй фактор. Третий фактор – это стрессы. Человек, который в каком-то определенном периоде своей жизни встречается с разными ситуациями, которые провоцируют стресс. То есть это развод, это потеря работы. Это интенсивная работа. Интенсивная работа, да. В аркоголике. Да, человек тоже в этой ситуации склонен попадать в депрессию. И последний фактор – это совокупность всех этих факторов. Бывает такое, что у человека, первое, и в семье кто-то был, то есть у него уже есть предрасположенность. Второе. У человека было сложное детство. Третье. У него в определенный период времени в жизни всего навалилось. То есть, другими словами, у него начали случаться плохие какие-то события. Вследствие этого человек не выдерживает, и у него начинается депрессия, депрессивный эпизод. Спасибо большое. Вот почему человек, как говорят, застревает в депрессии? Вы знаете, очень хороший вопрос. Почему? Потому что причины, из-за которых возникает депрессия, и причины, из-за которых она продлевается, или причины, которые поддерживают, они зачастую разные. Что я имею в виду? Мы сказали уже о причинах, по которым депрессия может возникать, но причины, по которым она продлевается, или как человек поддерживает ее, они следующие. Например, это пассивность. Человек становится пассивен, то есть, он теряет жизненную активную позицию. У него жизнь случается. Он сидит на диване, он смотрит телевизор, он не общается, и, конечно, в его жизнь не входит неприятность, у него нет общения, он выпадает из жизни. Второй. Руминация. Руминация – это зацикленность на негативных мыслях. Вот представим себе, что в человеке, как бы в голове звучит радио. Я плохой, я неудачник, мне ничего не светит. Я – проблема для других. Если бы не это, бы не случилось. Вот целый день, иногда это бывает месяцы или годы, у человека постоянно, постоянно вот этот голос. Следующий вариант – изоляция. Человек предпочитает как бы защитить себя, он хочет отдохнуть, он изолируется. У него нет друзей, у него нет знакомых, у него нет близких людей. И, конечно же, жизнь этого человека становится бедной. Вот эти моменты, они именно поддерживают ситуацию, в которой, создают ситуацию, которая поддерживает депрессию. И все-таки вот вы сказали о том, что можно преодолеть все-таки депрессию, то есть есть свет в конце тоннеля. Вот какие пути существуют вот это преодоление этой депрессии? Вы знаете, первое, на что нужно обратить внимание, и то, на что я обращаю внимание, работая с клиентами, с людьми, которые ко мне обращаются, это посмотреть, возможно ли решить проблему, из-за которой возникла депрессия. Например, если человек может регулировать конфликт, если он может подлечиться, если у него проблемы с здоровьем, если он может помириться с кем-то, если он может решить проблему, так, то зачастую... Уходит проблема и уходит депрессия вместе, да? Уходит проблема и уходит страх человека, уходят вот эти катастрофические мысли о том, что будет с моей жизнью. Депрессия потихоньку уходит. Второе, на что нужно обратить внимание, и, в принципе, вот это является ключевым фактором депрессии, это фильтры восприятия действительности. Что я имею в виду? Такая простая метафора. Если мы одеваем черные очки, мир кажется черным. Если мы одеваем розовые очки, мир становится розовым. Вот принцип этих очков или функцию этих очков исполняют наши фильтры восприятия действительности. То, как мы оцениваем, что в нашей жизни происходит. И вот здесь у человека возможно наличие неких, мы называем их фильтры, но если попонятнее сказать, например, это следующие когнитивные ошибки. Слишком большие ожидания от себя, слишком высокая планка. То есть я должен быть самый лучший. У меня все должно получаться. Персекшенист. Да, у меня невозможно, чтобы у меня были ошибки. Конечно, что мы понимаем, так в жизни бывают моменты славы, но бывают моменты, наверное, больше, когда рутинная жизнь. Вот, вы знаете, я вспоминаю свои школьные годы и студенческие годы. У нас были отличники, да? И вот действительно, у них была цель быть лучшим. И вот я должен получить эту пятерку. Были те, знаете, была такая шутка, что лучше иметь, красный диплом и синее лицо, да? Или синий диплом и красное лицо, да? Так вот, были такие люди. Вот люди, которые к чему-то стремятся, они подвержены таким катаклизмам, как депрессия? Вы знаете, да и нет. Потому что здесь, вот когда у человека вот есть такая склонность к перфекционизму, и если я с ним работаю, я стараюсь выяснить и помочь ему понять, для чего он это делает, его мотив. Потому что если человеку нравится учиться, вот у него есть вот это понимание, вот он хочет изучать, понимать лучше, знать, разбираться в чем-то, это, конечно, не путь к депрессию. Это путь к росту. Но если человек использует это как инструмент, например, доказательство другим, что я хорош, или доказывает своим родителям, что я не лозер, или доказывает самому себе, что я успешный человек, то есть то, что я раньше вспоминал, пробует закрыть вот это глубинное убеждение, которое болит, например, я плохой, я проблема и так дальше, тогда путь к совершенству сам по себе хорош, но когда человеку не удается достичь того, что он перед собой ставит, тогда, конечно, это может быть путь к депрессии. Вы знаете, я хочу привести такой пример. Очень много приехало выходцев из бывшего Советского Союза вот за эти годы, последние 25-30 лет, которые там были кем-то, да, они были инженерами, врачами, другими специалистами, а здесь им приходилось работать в пекарнях, я знаю, водителями траков, и они сейчас работают. И вот эти ожидания, не оправдавшиеся, они тоже приводят, я знаю, людей к депрессии. Знаете, опять же, мы говорим сейчас о этих фильтрах. Что я имею в виду? Человек, который сравнивает свое состояние, например, в Украине или в России, то есть я был там заучим или директором школы, или начальником цеха, да, а здесь я работаю вот на construction, или здесь я работаю, то есть я работаю шофером, они как бы правильно говорят, но они не берут во внимание одной вещи, то есть исходная ситуация поменялась. Они не могут оценивать себя сейчас, исходя из того, что было тогда и было там. Понимаете, в чем дело? То есть если я работаю с таким человеком, я помогаю ему осознать, что условия изменились, возможно, нет в этом твоей вины. Ты получил образование, ты был врачом там, но здесь совершенно другие обстоятельства, и ты должен принять, попробуй принять то, что поскольку ситуация изменилась, я, возможно, не могу или слишком большую цену мне придется заплатить за то, чтобы, например, стать здесь врачом, что, конечно, не означает, человек может стараться, но вот именно подход к этому будет очень важным, очень важным. В перспективе человек уходит в депрессию или же человек воспринимает, что да, ситуация изменилась, я думаю, вот вы говорите о том, что человек должен проработать, понять, сравнить то, что было тогда и сейчас, ситуацию должен, в общем-то, разъяснить для себя. Но, наверное, не всегда это получается, наверное, для этого существуют вот люди вашей профессии, чтобы они помогли разобраться. Да, вы знаете, если человек может справиться сам, или как я вспоминал в начале нашей передачи, что есть друзья, есть умные люди, есть те, кто могут помочь, есть книги, исправляюсь сам, конечно, не нужно мне обращаться к специалисту, но если человек видит, что он застрял, то есть это уже не месяц, не два, не год, наверное, нужно обращаться к специалисту, и чем быстрее, тем лучше. Спасибо большое. И вот на прощание ваш совет тем, кто чувствует, что что-то с ним происходит, или вообще уже установлен диагноз депрессия? Ну, что я посоветую? Большая ошибка людей, которые страдают от депрессии, это делать то, что подсказывает настроение. А поскольку настроение плохое, человек не делает ничего. То есть он остается на диване, он прокрастинирует, то есть он откладывает постоянно какие-то дела, он самоизолируется и так дальше. Что я посоветую? Выходите из здравого смысла. Делайте то, что вы считаете нужно делать. Общайтесь, старайтесь быть верны своему долгу, старайтесь наполнять свою жизнь позитивом, старайтесь общаться с позитивными людьми. Ну и, конечно, если вы чувствуете, что депрессия уже заангажированная, то есть это уже глубокая депрессия, я рекомендую обращаться к специалистам. И ваш телефон, пожалуйста. 647-866-9061. Большое спасибо, Ростислав. С вами очень приятно общаться. Я надеюсь видеть вас в нашей студии и в будущем. Спасибо. Спасибо за встречу. С наступающим вас Новым годом. До свидания. До свидания.